Дорогие друзья! Здорово всем, ребят! Пивоглот на Twitch, пацаны, здорово! В общем, StarLunch сейчас начинается и... Субтитры делал DimaTorzok Так, ребят, сейчас переименую стринг, потому что он StarLine Так, а кто у нас? Strange Strange Hellraiser у нас сегодня Не, на турник сегодня не ходил, завтра собираюсь пойти Вот, завтра обязательно пойду Ну, сначала на грузья, в прошлый раз давно это было, но... На турнике остановился, надо, значит, с грузьях начинать Так, ну что, что-то не вижу я Мэджика ни хрена Он попросил пару минут, значит, сейчас придет, собственно говоря Субтитры делал DimaTorzok Ну что, ребят, стрим поднялся, да? Да, поднялся стрим, ребят Strange Hellraiser у нас сейчас будет биться Сейчас на Team Liquid добавлю Ссылочку, естественно Вот Так, по-моему, твое Отлично, добавил ссылку Так, здорово всем, ребят Все, начинаем Starline Короче, пацаны, сегодня должны были быть сыграны все матчи 1-4 на нашем турнире, на Starline Но... Каз резко вспомнил Сегодня, с у него мама, день рождения Сегодня, в смысле, она отвечает Может, оно у ней сегодня было, вот И, короче, полный дом людей, там, типа Ему неудобно очень играть Ну, естественно, мы пошли на встречу И... Казблай будет завтра в 18.00 сыграно Перед... Финальной частью Так что, вот так вот Ну что же, ребят Стрейч против Hellraiser Там все сетки проверил Первая пара сегодняшняя Это наша, получается Сетка... так Так, сетка в описании на Goodgame есть Буду иногда дублировать вам вручную Вот Вот так вот Короче говоря Сверху вниз пары пойдут, получается У нас Стрейндж Hellraiser Первая Потом Култи Браток Потом Арк Курди Магас На BlackCast сегодня Не будут играть Такие дела Призовой фонд у нас Ребята, вы можете поддерживать Там громадное спасибо Вот Но Сказал у нас Ализа... Изер Что Если, короче Ну, не на поддерживают Прям жестко, то Призовой будет Десять тысяч Первое место Пять тысяч второе Две с половиной Третья и четвертая К каждому И пятое, восьмое По тысяче, получается Да? Блин, а погодите Третья и четвертая Третья и четвертая у нас У нас же матч за третья есть место Как оно может быть? Я здесь Среди теней Я здесь Среди теней Так, всё, ребята, писал как раз про призы. Приходит Стрэндж двумя сталкерами, а здесь элегантный, посмотрите, какой билд Стрэндж продвигает. Это просто пуш, сталкеры плюс робо и морталы, но на ХГ, КЗ, как там, баннер фонда, да, надо убрать баннер фонда, это он со вчера остался. Приходит Стрэндж, что-то тут пострелял, ничего не убил, но Филл Рейзер-то видел, что у Стрэнджа нету, что нету здесь. И видит до сих пор, это прекрасно. Ну, Стрэнджа три гита и может устроиться. Ну что, призму Стрэндж делает, Хелл Рейзер что-то тут ходит по центру. Вот, уже контрпилон поставил на всех случаях, у него тоже робо есть и может устроиться. Иначе что Стрэндж тянет, ему нужно идти вот вперед как бы до призмы еще. Он же с призмой именно только собирается пушить что-ли, а смысл ждать так долго был. Не знаю, мне кажется надо было раньше идти, Стрэндж стоит, вообще что-то ждет, ждет. Может быть он на лифтом сейчас на версию очень перевести, я хрен его знаю. Вот, призмой, да, пошел вперед, но тут и Мортал будет уже, скорее всего, у Хелл Рейзера. К этому моменту Хелл Рейзер прекрасно видит, как Стрэндж выдвигается к нему сейчас. Так, контроль на призму идет очень даже неплохой, но сталкер с делком уже уничтожено. Были сейчас пробки, вынужден выводить сейчас Хелл Рейзер. Он контролит очень неплохо Стрэндж, но Хелл Рейзера что-то много, и по-моему он здесь в легкую отбивается от этого куша. Долго очень Стрэндж ждал, на самом деле. Это 1-0 в пользу Хелл Рейзера. Ребят, здесь не эксус отсутствует у Стрэнджа. У Хелл Рейзера есть. Но еще пока, ладно, еще пока не 1-0. Стрэндж пытается, видите, робу Бэйту с дестабилизаторами перевернуть как-то. Такое отставание гигантское. Но, походу, у него не получится чарлик. Что тут выстанутся, подойдет сюда. Так что, дело такое. Санилан, жарко чарлику, похоже. Ну что же, дестабилизатор-то, причем рядом здесь будет. Хелл Рейзер сейчас начинает понимать, что где-то здесь это прокси есть. Вот он обнаруживает робу, геет. Призму здесь видит. И сейчас пойдет это все, если убьет, то тут уже делать нечего будет. Потому что вот на что надежда у Стрэнджа есть минимальная. Так, спалил Хелл Рейзер призму. Поймать хотел, не поймал. В итоге ничего. Ну, надо пилон отключать быстрее, который там на робу. Хелл Рейзер успеет и этот убить. И следующий пилон он успеет убить также. Да, в этой ситуации-ка отвлекли его. Пилон охладывает, дестабилизатор не доделает. Стрэндж пишет, ГГК. Конечно, вся надежда вообще была на вот эти действия. Стрэнджа впоследствии. Ну, ждем инвайта. Сейчас Мэджик, возможно, создаст. Я ХЗ. Мэджик. Ну что, ребят, вторая карта, поехали. Мэджик. Так, ну что же, ребят. Стрэндж у нас строит общий пилонез. Построил, как и Хелл Рейзер. Хелл Рейзер делает гейт. Ну, Стрэндж на этой карте. Он хочет сыграть, как недавно играл Хира. То есть он хочет сыграть не с первой. Но интересно, что из этого, конечно, выйдет сейчас. Карта большая. И, возможно, этот билд будет оправдан вполне. Прошел лид. После них Стрэнджа здесь. Два гейта Хелл Рейзера играют. Естественно, все матчи будут стремиться последовательно. Это же Старлайн, ребята. Это немножечко СНГ Старкрафта, как глоток свежего воздуха. Просто посмотреть на фотографов. Старлайн. Вот, астероид капут. Не знаю, правда, как теперь астероид капут. Будет как-то в ближайшее время, я так думаю. Так, Хелл Рейзеру на втором них все заходит. На мэн. А здесь Мазер Шепкур готов. И отгоняет Хелл Рейзера Стрэнджа. Непонятно, что Хелл Рейзера Стрэнджа. Отменил его, но он понимает, что он убит его. Хелл Рейзер, кстати, вообще без разведки играет. Все, вошел негко Хелл Рейзера. Сталкера готовы. Бустит он варп сейчас. Но он вообще не знает о том, что у Стрэнджа есть уже Нейксус. У него уже и два Сталкера готовы, как вы видите. То есть, кривой густ зачем-то один в гейте стоит. Непонятно, зачем. Зачем Стрэндж его поставил? Ничего, гейт. Странно, как проверил прок с пилона. Ну что ж, пришел Хелл Рейзер, видит, что у Стрэндж здесь Нейксус уже вовсе качается. Ну и уходит. Здесь надо, блин, я не знаю, буст надо переставить, Нейксус. Стрэндж там в Кибернет Украина узнает. Никуда пока Стрэндж не переставлю. Хелл Рейзер со Старгитом играл у него Оракул. Заказ тоже вполне стандартный. Ну, парабан тут серьезно. 3628 на 8 рабочих стабильно Стрэндж плюс. Конечно, Нейксус первый у него был. И еще сейчас он больше плюс будет, потому что у него два строится. А тут еще нету, не готово. Вот сейчас, но через секунду будет готов. У Стрэнджа Робот Вайлайт. Третий уже Нейксус Стрэндж ставит. Ну не знаю, с двумя гейтами в третий Нейксус выходить, по-моему, опасно, но... Хелл Рейзеру особо пушить тоже нечего, у него Оракул кто-то добавляет. Роб, вперед поехала. Решил Хелл Рейзера ее найти, не успел найти, вот она въехала сбоку. Нейксус 3-й сейчас впалит. Ну, а что это ему дает? Он дает это понимание того, что Стрэндж халявит, но у Стрэндж такая экономика, что сейчас он уже гиты начнет добавлять, и как бы, ну, тайминг у него хороший получается. Так, прилетает Оракул. Хелл Рейзер даже не попытался ворваться, просто ревелэйшн кинул сейчас. Так, Оракул делается. Горелка делается, это у Хелл Рейзера происходит. А у Стрэнджи дома Форжа добавляется, делается в линк, так же Оракул делает. Ну, Стрэнджи сейчас гиты надо будет добавлять уже понемножку начинать. Третий Нейксус опасен тем, что нужно там юнитов достаточно, чтобы Оракулов-то отогнать. Ну, 4 Сталкера, в принципе, это нормальное количество. То есть можно будет... ...впустить одного Оракула, и, конечно же, не будет здесь Хелл Рейзер до конца просто ими воевать и пытаться там убивать рабочих. Он просто улетит, и все. Так, еще и морфу Грелка. У Хелл Рейзер. Третий Нейксус делается. Третий Нейкс Ухел Рейзера на ущербной базе с одним газом и шестью минеральцами. Вот, а у Стрэнджи-то на нормальной базе с двумя газами со всеми делами. Привет, БМЕ-467. Привет всем, ребята! Вот, следующая пара, как я и говорил, уже браток Култи. Потом у нас будет Арктур Демага. Каз Блайк, к сожалению, переносится на завтра, на 18.00. Потому что у Каза у мамы день рождения сегодня отмечает. Дома народа много, и как бы он... Ну, неудобно ему играть, поэтому... ...не заставлять же его в таких условиях геймить. Он вчера об этом подзабыл. В всём деле бывает. Всякое бывает. Так, ну что, Нейксус готов. 50-65 пользу Стрэнджи-параван. Стрэнджи-жей, хотя ещё пока подстраивают рабочих. Чаша, архивы темпларов. Офигеть, гейсов очень много у него. Грейды. Грейды, грейды делают. Уже почти готово. Атаку у Стрэнджи. Можно по фотонке с такой экономикой даже заказать, на самом деле. Вот он Аракул на Мэйни тут летает. Что в чём там летает? Можно и пожечь бы было. Но чё-то не реагирует раньше. Ни Стрэндж, ни Хеллрайзер ничего не делал. Так, один Аракул пролетает. Чё здесь мимо? Сливает Аракул и Хеллрайзер как-то нелепо одного. Ну же через фотонку летел, через второй базу. Ну это... Косяк контроля был с его стороны, конечно же. А вот второй Аракул живой, второй кинул там или релэйшн и все дела. Ну Стрэнджи, микс, который в хлам вообще Хеллрайзеров. Вот эти грелки. Мне 467, переподписан два месяца. Спасибо, БММ, спасибо, пацаны, всем за поддержку. Стрэндж, кажется, вперёд пошёл. Хух, лейток у него. Девять лейток. Стрэнджи это много. Чаржи почти готов. Чаржи Архона, они будут нормально заминать вот этот весь микс. Но нельзя дать до карьеров дожить Хеллрайзеру или там достичь дестабилизаторов хорошего количества. Да, плохо будет. Так, здесь до варп, 6 Архончиков сейчас будет. Доходит Стрэнджи. В смысле, 3 Архончика, 6 штурмиков на варплено. Двух подтолкнули сейчас Гвою. Один там сзади где-то, вот, его не подтолкнули. Ну а заходите Стрэнджи, что-то он медленно всё это делает. Сейчас дестабилизаторов много станет, то... Будет тяжко пробивать. Ещё здесь 2 Аморкла, сейчас быстро он пилом диеты пробил, да и вперёд ломанулся. Пофиг вообще там на этих уверчажинах сидела. Как же медленно Стрэнджи что-то развивает свою атаку-то. Так, давай, почему сталкеров идёт? Так, да может не про день рождения забыл, а может оно уже было. Может забыл про то, что праздновать здесь всё, не знаю, подробностей там. Так, Паф пишет, как ты, спасибо, брат. Отлично. Минус Мазершев Кор, хорошо сконтролил здесь Стрэнджи. Так, а дестабилизатора он убил? Да, он убил и дестабилизатора. Здесь надо пробить просто камень, да, чтобы пройти было проще, что Стрэнджи и делает, чтобы проширить проход, здесь получается. Залф неплохой. Зилков 4 или 5 забрал сейчас. 5, ничего себе. Просто 5 зилков, 10 лимит, 500 минералов, как не бывало, но это не самый ценный унит, который мог попасть сейчас Феллрейзер. Стрэнджу пора давить, архонов-то много, не надо давать копить дестабилизаторов там. Феллрейзер, вот он заходит в очерёный раз. Грелок у Феллрейзера 9 штук, это реально много. Надо переблинкнуться вперёд с сталкерами, что и делает Стрэндж. Грелок есть разогрев, Феллрейзер почему-то его не врубает, но позиция у него просто великолепная была, и Стрэнджу просто не хватает, чтобы продавить. Ничего себе, Феллрейзер тащить начинает эту игру уже. Не, ну Феллрейзер в последнее время на очень хорошем подъёме находится. Приятно смотреть, как он играет, и молодец, что тут говорить. Стрэнджа на... ну, немножечко на спаде был, я не знаю, насколько сильно он сейчас тренируется. Я решил Стрэндж ответить просто тремя старгитами на Хеллрейзеровскую вот эту тему. Прям интересно. Так, теперь пишут, сколько люди подряд подписываются на премиум времени. Прямо что? Так, ещё два архончика от Стрэнджика. И что он делает с трёх Старгейтов? Он решил, что чтобы законтрить воздух Хеллрейзера плюс дестабилизаторов, ему помогут Феникс. Ну, ему действительно могут помочь Фениксу. Например, с грелками они очень неплохо дерутся. С Хеллрейзера проблема, у него грейды на землю нули, и он не собирается их делать, по-моему, даже. Ну, на воздух атака, есть Тараза, оказывается, у Стрэнджи три атаки на землю уже. Четвёртый, нету, дураму. Неизвестный поддержал ваш канал на 225 рублей. Спасибо неизвестному большое за 225 рублей. Если ты, на самом деле, известный, то отпиши никнейм, то я добавлю в поддержку, когда я... Спасибо, короче, ребята, всем. Сколько Фениксов у Стрэнджи? Уже так порядочно. 9 штук уже есть, сейчас еще 2 улетят. Месторождение минералов истощено. Так, иллюзия пролетела, иллюзия минус. Здесь Фениксов 11 штук. Ну что ж, Стрэнджи пытается зайти, ребят. Дестабилизаторов поднял. Блин, ну тут только грелок и каррер есть, что... Холлрейзер без разогрева дерется. Мало Фениксов у Стрэнджи, ребят, тут разогрев пошел на грелочек. Ну, Арконы давят, сделки давят, сделки по земле вообще там унизили все уже. И по... Так, ну в целом-то Стрэндж разваливается здесь. Им нечем убивать грелки плюс каррера вот эти. Но он снес Холлрейзеру 4-й Нектус, сделки продолжать вперед идти. Спасительный Мазершип. Да поздно было бы сразу, вообще было все хорошо. Грелочек Стрэндж отфокусил, но каррера сталкеров сейчас разберут на самом деле. Это стопудово. Один улетает дальше, завис над, там, вот этой неровностью рельефа. Сейчас еще три каррера вылетят, будет пять у Холлрейзера, и, между прочим... Так, еще он бегает еще. А, не рановато ли, ребят? А, где-то что-то там рабочих унижало. Погодите, а где я пропустил? Видимо, еще где-то забегание какое-то было. Это мой косяк, ребят. Ну, вот такая вот игра. Пробил все-таки Стрэндж Холлрейзера. Землей молодец. Так, прыгаю в игру. Так. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, ребят, два пилона гейт, кибернетщика у Стрэнджа делает, с Холлрайзера тоже пилон и гейт с кибернетки здесь в застройке. Вот это интересно, потому что... Ну, здесь Стрэндж вообще рано блочился, Холлрайзера получается так рано не блочил полностью здесь мейн свой. Один пилон здесь. Так, 15 пробочек, здесь что? Нет, Стрэндж, третий пилон на мейне поставил, чтобы... Ну, может, если Стрэндж здесь строить, проб приедет заметить, как бы, нужен пилон третий. Вот это минус этой системы. Здесь приходится один пилон строить, который не нужен для... Ну, для лимита, получается, твоего. Здесь то же самое, но он сныкан на второй базе у Холлрайзера Старгейта. Так, все, Стрэндж готов у Стрэнджа, Стрэндж готов у Холлрайзера. Холлрайзер прилетел и спалил Стрэнджа, пытается подрезать пробку. Не так-то просто, оказывается, сделать вторую подрезал и телепортнулся. Точнее, вторую, другую пробку-то одну в итоге подрезал. А мы вернулись? Погодите, а у Стрэнджа вообще нет? Прикол в чем? У Стрэнджа вообще Мазершипа нету. Мазершип Кора. Проигрывает Стрэнджа Феникс был, здесь не уменьши КП было. На один выстрел ровно, осталось здесь. То есть, там было два удара в Сталкерном сделано, я так понимаю. Неприятная Феникс отрегенит поля, конечно, он будет не такой здоровый, как новый. Но, тем не менее, он будет и он будет демоши наносить. Ну, у Стрэнджа два Стрэнджа, в итоге-то он перемастит, конечно же, Холлрайзера, потому что у того только Стрэнджа добавляется. Вот. Ну, как перемастит? По крайней мере, нагонит-то точно, как бы, сейчас он по количеству фениксов. Надо буст выставить сюда, в Стрэнджа. Ну, в Стрэнджа не хватает, кстати, игре, минералов, на самом деле. То есть, ему надо побыстрее нихсу раскачивать. Ну, в принципе, он раскачивает максимально быстро. Вообще-то, буст, почему буст туда не перестает? Не знаю, почему буст не хочет переставить. Холлрайзер сам летит в Стрэнджа сейчас. Вот, если в Стрэнджа заметил вовремя, он понял бы, все. Холлрайзер подлетел, два Стрэнджа видит, понимает, что фениксов больше, сразу же улетает, ну, как бы, грамотно действует, получается. Ну, и, кстати, похоже, ждет достаточно интересная ПВП, воздушный стиль, то есть, с переходом в армадку, наверное, и с одной, и с другой стороны. А сейчас эти ПВП очень часто стали отыгрываться в ПВП таким образом, причем корейцы, именно законодатели МОД здесь, они начали так играть первыми. Статс там, СУС, Классик так играют. Здорово, Илюх. Здорово всем. Плитвейка, ну, странно, что, вообще, секунду-секунду заказано, они просто с разницей в одну секунду подбил, так вот, так требует, получается, заказывать. У Стрэнджа была пробка, кстати, с внешней стороны, получается, у Ховрайзера тоже есть, кстати. Значит, у вас сейчас третий Ховрайзера будут выходить, при этом все не будут, они даже спешить, как бы, с пробиванием пионов. Вот здесь вот, так, Саплайблоков, странно, нелевый словил. У Фениксов Ховрайзера 9, у Стрэнджа 8. Короче, все как-то близко у количеств Фениксов и Ховрайзера раньше Ховрайзера, раньше Ховрайзера, чем Стрэнджа строит. Так, Лидвикон готов, дальность там и там пошла. Все бы ништяк для Стрэнджа было бы и замечательный, если бы не тут этот факт, то, что здесь никто заказан, а у него нет и вообще он пока не планирует его заказывать. Чем планировать-то, может, планировать, но у него минералов недостаточно, он кожу закажет, короче. Так, Пилон, Нексус. Здесь тоже Пилон. Стрэндж Стэнджа, у Стрэнджа, у Стрэнджа, у Стрэнджа, у Стрэнджа еще нет. Ну, у Стрэнджа плюс один будет на фенов, получается, как бы, это важный момент, то, что будет плюс один. Так, пробочки падают. Фениксу тут Стрэндж сколько? 14-го, Феллрейзера 17, Стрэндж, ой, ты лезешь-то, ё-моё. Феллрейзер в ответ полетит, Стрэнджа просто принимает, Стрэнджа реально меньше. Фениксы падают, здесь Феллрейзер побеждает, дуэль получается эту со Стрэнджем. И у него и нет Стрэнджа, у него рабочих больше. Стрэндж вступил, конечно, 300 гитами, 6-11, 5 разница Фениксов, по потерям 11-7, да. Ну, кстати, казалось, что Феллрейзер вообще в хлам разгромит, но это если бы Стрэндж бой принимал, и все бы смогли бы в рэндж войти. А когда ты отступаешь Фениксами, там только часть с частью воют, получается практически равный размен, даже если тебя меньше, если тебя только не зажали в угол. Да, Феллрейзер загромил здесь Стрэнджа. ГГГ, пишет Стрэндж, ребят, ну, полететь Фениксами в пустоту получается, не знаю, сколько у оппонента есть их, и отдаться, вот ошибка очевидная со стороны Стрэнджа. Ждем следующую карту. Так, прыгаю в игру. Ребята, в следующую. Стрэнджа. Стрэнджа. Продолжение следует... Ну что, четвёртая карта, ребят? Четвёртая. Ну а один Hellraiser повёл, вот такие вот дела. Четвёртая карта. Четвёртая карта. Четвёртая карта. Вот вон в скайп там вернулся к вам. В общем-то, карта, которая может стать решающей, потому что матч-поинт у Hellraiser. Он ведёт 2-1. Ну, у Стрэнджа есть шанс сравнять счёты. Тогда мы будем пятую решающую смотреть. Ну а дэп построит тут Hellraiser парочку. Стрэндж через сталкеров начинается. Очередь и бустит ваг по Hellraiser, что ли? По Hellraiser? Нет. Может быть какой-то и подпуш от Стрэнджа даже будет, не знаю. Ну а дэп. Так, ну что же. Стрэндж тут не давал Hellraiser некоторое время Нексус поставить с ума. Раньше Нексус действительно в этой игре. У него 4 сталкера. У него почти готов вар. Пошёл робот. А у Hellraiser, между прочим, оракул заказан сейчас. Так, ады в 4 штуки залетают. Мимо они пролетают сейчас здесь сталкеров. Ну, не врывается никуда Hellraiser и правильно он делает, потому что сталкеров много. Два адепта на вторую. На мейн оракул пролетает. А Стрэндж и Мазершепкор и всех юнитов держат на второй базе и вообще не видят, каким мейн здесь унижает оракул. Я сказал, не критично, а для Стрэнджа по потерям рабочих. То есть ещё можно жить. Размен вообще в плюс. Там 4 адепта против 6 пробок. Так, один оракул минус дэмэдженый. Сейчас Hellraiser кривоват как-то залетел. Второй, конечно же, улетел свободно. У него хп полное. Да и его так вот не перехватить. Нам иничт уже пробок перебор. Надо лишних отводить на вторую, что меньше делает. Точку сбора переставил. Ну, на 7 пробок больше. Hellraiser это не очень хорошо, конечно, для Стрэнджа. И опять же, грелки плюс Эммортал и Микс плюс мухой третий Никс плюс Мазершепкор и потом. Ну, стандартный такой, в общем-то, расклад. Так, оракул где он две пробки-то срезал? Здесь что, две Никс устроить? Видимо, да. Даже странно как-то. Плохо, что экономика у Стрэнджа хуже, конечно же. Но он восстановить-то восстановит. Так, Минат сломал руку. На пробежке, к сожалению. Поэтому у Стрэнджа участвовать не смог и не смог. Это то, о чём вы в чате говорите, ребята. Оракул летает рядом с мейном, получается. Что-то тут он собирался что-то сделать. Да не, вроде ничего не собирался. Особо, точнее, ни на что не рассчитывал Hellraiser. Оракул, конечно-то, он Оракул не собирал пробок подрезать, если возможно. Но... Тяжело найти такую возможность. Здесь талкеры под Оракул прям подходят. Ну, два мало, блин. Ну, хоть дэмэдж хп нанёс какой-то Стрэнджа, то хорошо. Было бы их 3 хотя бы, можно было бы избить. Нет, готов. 79, 86 по лимиту. Hellraiser только заказывается. И Стрэн сделает два Стрэнджа. Кстати говоря, сейчас против стиля Hellraiser. А здесь тоже два Стрэнджа уже работают. Так. Минус Аракул сбивает Hellraiser. Аракул во Стрэндж... но ревелэйшн получил перворождённых бывает перворождённых, но это ещё до Артаниса история и как я говорил, если б как я думал, где-либо Близзарды продаж скинов можно было бы там сделать Стрэндж Кунти Айурский, Хелл Рейзер, Шакуровский бродс или наоборот ну вот, прикольно Стрэнджа уже больше по рабочему, но у Хоб Рейзера больше боевого, 6139 но микс такой немобильный, тяжёлые морфл игрелки Стрэндж Фениксов добавляют, плюс 6 дейсов добавляют, плюс архивы Тэмп Ларвич будут Арконы Фениксов надо больше делать Так, иллюзия пролетает, здесь пытается спалить стрэндж, что же происходит Флитбикон на тайминг, надо уходить делают Камни Стрэндж, правда, у Стрэнджа плюс 2, у Стрэнджа архончик, или иметь как-то меньше его, правда У Стрэнджа в этот раз дестабилизаторов нет, и это важно У него много стационарной обороны, нужно ли Стрэндж в каких условиях там лезть, я не знаю До еды у него, в принципе, плюс 2 есть, сейчас 3-4 атаку Сжигать, поля еще делать, там нормально будет, вполне Так, ну что же, идет Стрэндж вперед 147, 151 по лимитам, еще 5 делков, 3 сталкера, 2 пси-штормовика, 10 гитов работают у Стрэнджа Еще архончик они сливаются 167, 155, да, лимитов выше, видите, гигать здесь стенка жесткая Здесь 4 оверчажа, здесь масс-грилки, там вообще много юнитов очень у Хелл Рейзера Нужно ли Стрэнджа улынить, вот это вопрос, конечно, открытый пока что Мне кажется, что опасно ему до конца вот прилетать И Морфл там Стрэндж поднимает, делки проиграют вперед, но здесь слишком много оверчажек Первые карреры вылетели, Морфлы вниз, здесь грелок, ну очень много Призмы Стрэндж вынуждены назад, 366, 31 вообще подрался по ресурсам, два раза больше потерял Суммарно за всю правду игру, но в этой битве Стрэндж как раз-таки, наверное, раза в два больше и потерял, чем Хелл Рейзер Вот, третий Стрэндж добавляет, но у него 4-ый некс есть, у Хелл Рейзера нет, у него экономика получше, да, как у Стрэнджа это важный момент Ну сейчас просто карреров находится больше, сделаем Мазершип и можно выйти просто на 3-ый некс будет, на 4-ый И навряд ли Стрэндж как-то этому сможет помешать, а уже когда армада будет 200, грейды там близкие к плюс 3, и бас там более-менее ровно в лоб драться будет с землей крайне сложно То есть нужно делать-то на землю броню, там, поля, всякие массы архонов, делать шторм, возможно, там и только так как-то пытаться Так, по 3 феникса Стрэндж строит, Хелл Рейзер по 3 каррера строит, добавляет в Твайлайт, что-то в Твайлайт собирался делать он Не знаю, он что-то собирается делать Глефа, адефт, ну че, зачем ему глефа? Не, ну ладно, пусть будут глефа, плюс 3 на воздух попёрл уже грейд Тут земля-то просто не грейд на эту землю, надо просто сейчас разменивать на какой-то более ценный лимит вот этих сделков, всех адефтов, полезных, практически Плюс архоны ещё добавляются Так, Мазаршеб есть, Стрэндж идёт вперёд, а есть у Стрэндж вообще обсервер, вот что меня интересует сейчас Прилетели Фениксы, у Кайров кончаются интерцепторы, а архоны вперёд, тут Хелл Рейзер опса вперёд выводит Как Стрэндж пришёл драться без обсервера, я понятия не имею Он разваливает, сейчас 197-133, это кажется 3-1, ребят, здесь очень тяжело будет тащить Несмотря на 5 Никсусов Может, конечно, Стрэндж лимиты восстановят, но я чё-то сомневаюсь в этом сильно очень Каррерам просто нужно сейчас интерцепторов восстановить и всё, их 11 штук, по-моему, где-то Нет, 9 штук, где у вас строится, будет 11 Ну, идёт Хелл Рейзер ставить точку в этой игре Стрэндж, вы видите, 150-142 на 80 боевого Ну, здесь нечего ловить уже, похоже, что Хелл Рейзер выйдет победителем У нас новый ТОП-1 просто СНГ вырисовывается, реально, как будто можно сейчас смело греть, что это Хелл Рейзер, скорее всего Крэй пишет Стрэндж, 3-1 Поздравляем Хелл Рейзера с полуфиналом Первый полуфиналист у нас становится известен А сейчас определится его оппонент Кул Ти против Братка будет биться, ребят Братка будет на п 아니고, оппонент И relação к гuthанчика Братка будет заболевать и высоко Кул Тиader Так, Ньюкирт, первая карта, Риф, Проксима, Билл Шерфона, старая карта лучше сыграть. А как найти-то сейчас вообще? Так, Ньюкирт. Ну что ж, переименовываю я, ребята, стрим. Так, Ньюкирт. Так, что-то обороток не заходит, сейчас его подаем. Еще раз. Так, переименовываю рекламу. Спасибо всем, ребята, за премиум и за поддержку. Помните, что очень всем за это благодарен. Не забывайте поддерживать, естественно. Меняем мой канал. Да, конечно, название поменял. Так, ждем, Паш, чуть секундочку пишет. Так, поехали. Браток против Кул Ти у нас второе на четвертое сегодняшнего дня и победитель попадет на Хелл Рейзера, соответственно, в полуфинале. Продолжение следует... Так, ну что ж, начинается у нас движуха. Паша, красный тиран. Упти, как и фиолетовый пропс. Ну ладно, не синий, пусть будет фиолетовый. Упти, как и фиолетовый пропс. Упти, как и фиолетовый пропс. Ну, он прям на бараке у братка. Ну, сам-то он с кивернетчику играет. Да, так как турнир затянулся, еще такой. Так как турнир затянулся, и карта уже новая, договорились в конфе, что игроки сами типа, кто согласен на новых играть, играть на новые будет, кто не согласен, короче. Вот, то те как бы на старых играют, только я не знаю, как будет дальше, ну то есть получается, если один не согласен на новых играть, то на старых играет. На самом деле прикольно, пусть так будет. Так, старгейту култи пошел, что к брату вообще пошли, он очень без разведки играет. Никуда не ходил, ничего не видел пока что абсолютно. Точку сбора култи поменял в рот, сюда выезжают, конечно же, на два атак, на ближние минералы, одна едет, другая там, на дальние получается. И здесь добыча пошла активная. Активная. И здесь добыча пошла активная. Откуда вылез. Так, что-то я не понял, откуда он вылез. Он будет давным-давно выпилен. Ну ладно, не будем отвлекаться, ребят. Это сведомитный у нас там персонаж. Так, одна минка у Паши полетела. Сейчас, куда она, блядь? Кута Оракул прилетает, юма Оракул тут. Ножок на култи минку спали вообще. Минку на халяву тут подрезал култи. Ещё, но в целом у вратка всями все минералы защищены. Остальные тут Оракул больше ничего не сделает. Ну тут Феникса Оракула плюс выход в адептов идёт. Я как понимаю, здесь четыре адепта на дальней базе. Браток даже не может сдохнуть минку вообще. Ну всё, что может браток делать. Ну култи прекрасно видел, где миньевак здесь летал. Считаю, что доминку убила. Кропу она здесь убила. Нужно загрузить, улететь. Можно на мейн попытаться дропить всё. Здесь Феникс, здесь Оракул уже с ревелейшном. То есть это будет просто минус миньевак. Братку сейчас залетал, что он слишком здесь пашет. Так. Ревелейшн даже мог бы култи не выкидывать. Поспешил, энергию потратил. Ну это энергия. В принципе, это не юниты вообще. Кстати говоря, сейчас будет минус несколько пробок. Три пробочки и минусы. Минка-то одна сыграла в итоге. Култи уже решил, чтобы не париться на мэне и перестраховаться. Там потомку добавить. Здесь потомка тоже строится. Но минка закадешится-то раньше. Потому что они одновременно практически строятся. Не практически, а по 29 секунд. Как бы минка-кд и потомка строится столько же. То есть если ты хотя бы не на 2 секунды раньше закарался, что у кума... Так. Не понял. Еще 3 пробки. Минус как-то тут кулки. Странно. Действило это время. Выход идет. Марики плюс викинги плюс минки. Марики, правда, без стимул. Чуть браток походил-походил и назад пошел. Одну минку оставил. Загулялся Паша сейчас. Я думал, он назад уже пошел. Это было бы абсолютно верным решением. А он что-то ходил-ходил. В итоге он отдал всю эту группу. Но это было практически... Так. Минка 1-го равно 2-ой зашла. Это было бессмысленным действием. Почему? Да потому что теперь отставание просто колоссальное. Играешь в 2-бас. Третья. ЦСФ-ка не самая ранняя. Он просто 3-некус. А ты бегаешь без стима, без медиваков. Без возможности вступить здесь. Пришел. Видишь. Ничего не где. Минку закопал. Отойди. Нет. Паша что-то лез-лез. В итоге отдался. Здесь у нас минка перекопала сейчас. Надо было контролировать. Сюда конечно минеральную линию залп сейчас из контроля. Сейчас кулки тут рабочих поезд туда вводят. Не арахула-то. Ёмно. Арахула-не. Долго короче эта минка будет напрягать. Еще 3 пробки где-то. Где они? Минус 100. Вот минус 3 выбивает. Как они... Как я здесь могли 3 пробки... А. 2 может быть погибли. Не знаю. Каким образом это произошло. Я без понятия. По фениксам. Залкни по пробкам. А это хорошо сейчас. Минка закадешится, выкопается. Вообще не выкопается. Култи ее убьет. Ну у Култи есть Глеб. У Култи есть Феникса Адепта. А у братка уже вот... Если б не эти минки, у братка все вообще так себе было. После вот того выхода отданного. Но минки делают свое дело. Култи экономика не идеальна. И да вообще 3 всего. Вот он сейчас 6 делает. А здесь уже выход пошел. Между прочим, у боевой лимит Паша не меньше. А даже чуть больше. Так. Здесь Феникса с крылу. Шарта. Какие мародеры им. Какие минки. Там либераторы полетели. Блин. Хотя минки получил. И был молодец. А кто либераторов примет? Вот в чем вопрос. Так. Стименс обраток. Идет впереди. Все верчаж выставлен. Минка залп. Почему-то там дело. Так не буду. Либератор в рейнже оверчажа оказался. Каким-то образом. Непонятно. На мэне дроп. Из медивак. Плюс там малики. Мазер шеффор летит здесь отбивать. Ай. Уверчажем запоздал Култи. И здесь запоздал в услуге. Блин. Медивак вылетел спокойно. Но феникс сейчас закончит это все выступление этого медивака. Надо марика зашатать. Один феникс погиб. Пулти зашатал. Сюда теперь лететь надо отбивать. Подбить нужно ревелэйшн обязательно здесь. Чтоб минки поднять. И спокойно потом ворваться просто. Так. Призму кота там на мэн полетела. Да. Видимо. Так. Минус феникс. Точно. Минка залп сделает. Надо идти вперед. Да. Култи идет вперед. Мародеры. Здесь много достаточно фениксами помочь. Просто там 3-4 поднять. Да. Вообще без потерь практически убьет Култи. Так. Оно и происходит. И полемикс 148 на 116. 7 пробок минстуги. Вороток в это время мультитаз демонстрирует. Харатит мэн. Но этого, блин, недостаточно. Так. Здесь минки на муви уходят, которые могли бы зарешать. Надо вкопать их было. Здесь минки что-то копаются везде тоже. Так. Это куда-то на F. Видимо домой Паша ее забрал. Она уничтожена оказалась. Опять же, как бы, вроде браток не очень удачно там все делает. Но 2-2 здесь только плюс 2. И лимита братка ненамного меньше на 20 боевого. Так. Парни в части адепп. Здесь Култи не может зайти на вторую базу. Браток ловит адеппов очень жестко. Он тут их ловит. Надо вот в таких ситуациях, как корейцы, пытаться действовать, чтобы так далеко не бежать нужно. Там разными мародерами в разных адептов райдкликнуть, чтобы они их фугасами, в общем-то, медленно замедляли. И там будет шанс. У Култи 2-ой робо и робо бэй. Прямо на 3-ем нектусе нагло. У братка опять больше лимит, что там его деятельно нашел в Рокси Гейт. Култи, браток, сейчас. Так, а здесь армия Култи прямо рядом с Минкой находится. Ну, так вот можно и реагировать от Минки, от Блинки. Вот, само Култи, это не для Култи. Вот, он не стал реагировать, он просто подошел. Ему сталкер, браток, говорит, 161, 156 лимит исчез. Так, откладывается Либератор. Фениксы залетать, что там Минки поднимают. Ой, какой залп, замечательный Минками был. Либератор жив-здоров, Фениксы не справляются. Браток идет вперед, 130 на 152. Кажется, у братка тут все замечательно, и браток собирается затянуть эту игру, что ли? Прям для меня это удивительно, потому что, ну, Култи, как по мне, тут фаворитом был. Ну, браток ваш тоже вроде там тринется сейчас. Так, дробь на мейн двойной, очень неплохой дробь. Собственно, что-то стоит, браток. А вот, забегает, все, вончик, минус раз. Потомки, минус Пеникса, два минуса тоже. Ну, и хорошо этот дробь шатает, в это время браток четвертого бауза занимает. Талкеры пришли отбивать, но без вообще каких-то других юнитов. Вот здесь мародеры с ними нормально разменяются. То есть, более-менее вровень, еще и гиппет, включил тут браток. Ту-35, Ту-19 пальмит, у Култи есть дестабилизатор, он пытается с помощью них тут отбиваться. Вот, дестабилизатор минусы, морфы же пришли. И морфы даже необычные делюктовые, ну, как делюктовые, купленные в смысле, скин. Вот, но сильнее это их не делает. Вот, и они разваливаются. Остался один, и браток уже выдавливает Нексус. Третий получается с Култи, у него как-то четвертый есть, но терять ему очень не хочется, я так думаю. Нексус, талкеры кончились, либератор убить нечем. Ковоса браток забрал, и морфы браток забирает тоже, и это 1-0. Несмотря на все ошибки, Култи умудрился как-то здесь так сыграть. В общем, Паша давил-давил, то есть первым номером играл, и додавил все-таки в итоге. Дэ-дэ-пи-жикулти, ребят. Неожиданно, но факт. Браток 1-0. Так, какая-то карта там. Глубоководный риф. Следующая карта создаю. Следующий матч Арктур Демага у нас будет. Ну, а Касс переносится, Касс против Глая, на завтра матч у нас. Так, как Касс не сможет сегодня сыграть. Так, все, Солнце садится. Ну, это нужно окно приоткрыть. Так, все, Солнце садится. Поехали, короче, ребят. Все тут. Красный попросил Култи взять, чтобы был контраст. Поехали. Поехали. Так, ну что же, Бо-5 у нас. Браток 1-0 неожиданно повел. Может для кого-то это и не неожиданно, но для меня это немножко все-таки... Удивительно, что вот так вот прям он отыгрывает хорошо. Завтра StarLine, вижу вопросы во сколько. Начнется завтра StarLine, ребята, в... 18-ую раньше, потому что на один матч больше будет. Ну что же, пробочка Култси тут. Есть, разведал, что происходит. И посмотрите, у него два газа с мейна. В этот раз он решил сыграть немножечко по-другому. Хм... Браток поехал за Прокси. К вам поехал-то. Что себе браток дает? Поехал Прокси проверять, а Култси сверху ставит пилон. Или он сам Прокси поехал ставить? Понятия не имею. Похоже, браток сам Прокси поехал ставить, его дают. Да, посмотрите, здесь пилон доделся. Старгейт у Култси пошел. Он уезжает сейчас. Поехали. Продолжение следует. Похоже, 190C в album работы нам toughens. Продолжение следует. Shoutout grassа с розовым мейтозом. Продолжение следует. Продолжение следует. Arsenal совсем осталосьaria техад Brasil. Ну, тут иллюзии Кул-Т пытаются что-то проведать, разведать. Адепты чуть не потерял, браток, здесь его продемиджил жестко. Сейчас Оракул полетит, и минус в чем для Кул-Т здесь, для братка, точнее, в том, что... Хорошо, адепт сдал. Хорошо, посмотрите, Кул-Т как прорезалетел, марики все, минус. Ой-ой-ой, отдал Оракулу в итоге. Не очень приятный момент. Так, а адепта хватит, чтобы убить этого марика, я не знаю. Здесь минки сейчас реак... А-а-а, помните, это же билд этого и на вышликов. Минки с реактором, очень интересный билд. Запилил КСМ герой адепта одного-единственного, но... Летит второй Оракул, и нужно сваливать отсюда, конечно же, в братку всеми юнитами. Кул-Т залетает. Надо было энергию на одну КСМ-ку сейчас тратить. Я вот что-то не уверен, потому что здесь, на самом деле, немного останется энергия для того, чтобы по-раз продолжать. Ну все, ну 7 юнитов Оракул убил, в любом случае. В это время прилетают 2 минки от братка, и у Кул-Т начинаются явные проблемы здесь. Он вообще никак от них не отрегулировал. 8 пробок минус, просто за 2 минки залп сразу же. Реально, короче, враток лишь не больше убил, но проблем доставил Кул-Т не меньше, чем весь этот Оракула Харас. Ну нужно грелку строить, что-то нужно строить. А, викинг. Знаешь, сейчас викинг полетит и, ну, вычистит там все. Век, СМ Кул-Т еще подрезал. Ну Кул-Т фотонки решил добавить, это правильное решение. Ну, черт побери, почему пробки-то не увозятся никуда? Здесь повезло. Вот, а здесь не очень повезло. 8 рабочих минус. Вчера с минки перекопались, на второй минка закопалась под... Так, дайте-ка, как ее видеть-то, фотонки видно? Ай-яй-яй, пробка не успела пильнуть раз. Это жесть вообще какая-то. То, что пробка раз не успела пильнуть. Астероид кап. Насчет астероид кап, не знаю, надо Юру спросить, что там с астероид капом. Когда я уезжал, в Москву не делали, ну... Люди готовы, конечно, проводить. Призовой выделить. Так, еще одна минка на мэне. Ой, Феникс, узал, здесь все вообще минками. Перекапывается. Оракул минус, Феникс чей минус, минка залп сделала. Нужно робо, пулси, робо нет. Как он собирается здесь побеждать? Опять взорвался Оракул, жесть какая-то. Происходит. Два, три адепта пулси вахтута, они без глеф, без всего. Здесь уже и марики, есть и викинг, и навряд ли здесь получится серьезную демошку-то нанести. С этими адептами. Так, здесь сейчас будет энергия. А чем? Ну, кинешь ты на минку ревелэйшн, а убить-то нечем ее просто. Минки подходят. Здесь вообще все в минках. Ну, кинул ревелэйшн, а дальше-то что? Мазеркора мог убивать? Ну да, видимо, Мазеркора. Здесь две минки спокойно сюда могут прийти вкопаться, и ничего не сделать будет просто. Так, четыре адепта у пулси. Вообще, это на 2-0 очень сильно похоже. Потому что я не понимаю, почему пулси, видимо, не понял, что это масс-масс, минки прям вот этот характер. То есть он роба не добавил, сейчас Мазеркор будет минс, плема, анс-энергии практически полной. Все же есть. Здесь четыре адепта зашли, здесь марика просто дофига. Так, а что, адепт полетал, полетал? Куда он делся сейчас? А, назад улетел адепт. Четыре адепта. И минус, браток, вперед, выдвигатель. Сейчас стим уже будет через несколько секунд готов. Здесь все еще минки живы до сих пор, большая часть. Сейчас вот только Аксер же достроился, и можно будет убивать идти. Там на третьей базе минка еще есть. Так, марики подтягиваются, медивак в три штуки здесь. Щиты, правда, нет, сейчас две лавы, главное, щиты браток не заказал, почему, не понимаю, почему. Я не знаю, зачем им куда-то обходиться, и можно вот сюда прям в лоб зайти и нормально проатаковать вообще вполне. Здесь все минки добавляться продолжается, ты просто, просто, уфи здесь какие-то пилоны стенки делает, непонятное. Так, ну, уфи, вперед, пошли, Мазоша фора нет, поэтому вертяжа не будет. Внутри барака, так, плюс два добавлять, пять, сейчас бараков заработают у Паши. Третья с цехой вообще не спешит, лимит от 100 на 80 примерно сейчас. Укулти третий нет, укулти блинг, без глеба, кстати, два глеба. И укулти колосс, у него роба есть, но без дальности пока что. Так, ну тут что-то все туда-сюда катается. Большой, прошу прощения. Будет атака в район третьего нексту, здесь уже колосс есть, так бывает, урский беленький. Колосс, конечно, все хорошо. Но, что-то тут вратка очень много, и у него три ливератора здесь в миксе. И мариков просто немерено, и минок пять штук присутствуют, и минки строятся прямо рядом, почему они строятся. Сейчас они прямо сюда могут подойти, я не за кого Паши их повел, вот он их вперед ведет. Прирост выдвигается, уже мародеры вперед идут. 140 на 119 по лимитству улти. Так, улти решатся, надо выбить либератора, и ведь выбивает он его. Не лезет при этом всем вперед. Ну правильно, зачем это делать? Либераторов надо больше, братко, я не понимаю, почему он их больше не добавляет. Нужно бой принимать быстрее, иначе печально будет сейчас. Улти из трех нектусов, то быстро наварки. Сейчас у кого-то уже с рунжом будет, и сможет Био отгонять, и плохо. Либераторов все два, нужно вот их выбить, а нет, три здесь, три уже, опять три. Их нужно выбить, это шансы будут, но култи пока не спешит развивать вообще. Ну что, пилонов поближе заказать, может быть, я не знаю. Два колосса уже в миксе, здесь у култи идет он вперед. Подлин, под либераторов попер, сталкера развалил. Ё-моё, как там сталкера огреблило все жестко. Браток, лоим вперед, 79, 108 по лимиту. Култи пытается колоссов отвести, колоссов не отвести. Браток продолжает давление, прирост идет вперед, это ГГ, это 2-0. Ничего себе, Паша, блин. Задрот, просто задрот, что тут говорить. Для меня вообще это неожиданно. У меня такое ощущение, что култи как будто не тренился в последнее время, может быть. Так, станция Проксима. Создаю, спасибо за будь здоров. Что, надо култи тащить. Так, Паша, 30 секунд просит. Паша. 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 Продолжение следует... Ну что ж, ждем Пашу, пока он даст добро, пока... Ну, начнем, как бы, следующую карту, получается. А дальше у нас еще... Ну как, интересней, не интересней? Как тур Димага у нас последняя пара будет. Молодой тиран из Москвы, насколько я понимаю. Наш, который еще неплохо выступает в последнее время. Идимага, старый наш Димосик, который вот... Между прочим, еще раз поздравляю, вот... С него двойная родилась, два пацана, короче. Все, поехали, ребят. А я водички пока налил. Даро, оллап. Че так это... Подпростудился вчера, что ли, как будто бы я... Ну что же, ребят. Браток идет просто к триумфу какому-то. Сейчас полуфинал попадать собирается. Он, по-моему, сможет ли култи. Сможет ли култи хоть карту взять? Вот какой вопрос. Браток пока уверенно очень идет. А я напомню, что этот оппонент определяется кулрейзеру в полуфинале. То есть, в принципе, если это будет, браток, для интересности это будет плюсом, потому что у нас не зеркалка будет. Не пвп в полуфинале, а пвт. Но еще, Паш, нужно точку поставить. Поставит он или нет, или култи, он закомбетчит сейчас. Мы это сейчас и выясним. В принципе, по расам у нас более-менее балансно получилось. Три прота, три тирана, два зерга в плей-оффе. Вот. Три тирана, два зерга в плей-оффе. Три тирана, два зерга в плей-оффе. Так. Ну что же. спасибо всем короче за внимание спасибо у вас что заходишь а у Старгейт у кулки на мэне, так что такие дела. Феникс, о, феникс, о, феникс, о, феникс, о, феникс будет, скорее всего, кулки играть, браток проверяет все, прокси везде, барак, реактор, факт тут, сейчас майки строятся, там будет Старпорт, видимо минок дроп, скорее всего. Так, ну варп делается, адепт делается, все в порядке здесь, ну кулки. Все в порядке пока, да 10 рабочих он в плюсе, но браток здесь с шестьюмариками, тут это опасно, он так вышел вперед, на самом деле, стоит. И опять же это дроп минок четырех, опять же с реактором они эти минки, да как бы, а куда барак полетел лава, под что вообще, под Старпорт видимо рейвены будут здесь строятся. Или танк на пакте. Так, две минки копаются в минеральной линии, а в это время четыре марика и две минки полетели дальше. Пулки летит оракулом вперед, и минки вкопаны так, что можно оракулу приходить, потерять на самом деле. Где она? Вот она по центру прямо. Залетают пулки, видит ли, браток здесь происходит? Да, видит, сводит рабочих в центр, а там ведь минка. Заметил пулки, где там есть минка, а вылетает с другой стороны немножко. И смог, да, подряд еще рабочего, в это время браток залетает на вторую базу, здесь две минки, четыре марика в этом дропчики находятся. Марики тоже дропают, метят медленно, а как минки бахнут 10 пробок, 10 за удар просто. А чем обнаружить? А нечем обнаружить, слушайте. Так что вот безробы в последнее время я смотрю, мне, честно говоря, уныние берет вот эти билды безробы, а оракул здесь летает, до 8 кулси убил, да, в нем больше пока рабов, да, у него есть третий нектус, но кто эти минки убьет, выгонит, то в итоге я не пойму. и робу, главное, не строит. А пораньше робу строить, как мне кажется. При таком расправе тут все начнут вот такие подобные билды играть. Так, Грефа плюс один заказ на заказ. Знаете, Фатонка, Фатонка, она обнаружит минки, но браток может взять их и перекопать дальше вот сюда куда-нибудь не вижу. Не факт, что успеет путь и среагировать там адептами. Два викинга пытаются оракула поймать. Улетел оракул чудом, но ударность осталась. Прикольная позиция здесь для минкости. Ну, прикольные, браток, места такие находишь. Вот здесь вот идешь или летишь, как бы не подозревая, что она здесь находится. Улетел оракул чудом. Улетел оракул чудом. Очередной залп, ребята. По Фениксам прилетела не слава. У Роткад такая оперативная группа в виде Ревена и шести плюс два числа. Четырех, точнее, плюс два. Сейчас шесть стало, вышла викинга. Еще два строится, восемь будет. То есть тут как бы вроде и био, и викинга. А, это не био, это мех. Это мех от братка ТВП. Ну что же, это очень интересно. Давайте смотреть. Ултиматра всегда замечательная была как бы. То есть готов ли он просто биться против меха. Меха. Понял ли он вообще, что происходит? Я очень не уверен. Не видел, как факторки добавляются, по-моему. Четыре. Четыре. Пайлончика четыре еще. Четвертый. Нексус попер. Фениксов все большая боль, а нет, погодите, фениксов не больше и больше. Фениксов как семь есть, так и есть. Это я уже гоню. Ревелэйш попёр. Минус аракул. Столько дамы же у него влетело. Просто на молекулы расщепило. Все викинги там залп 10 делали. Тор. Култи понимает, это получается, что происходит. Е4 фактурки работают. Так. Две лавы и 4 реактора. 3 и 2 реактора здесь. А пятая ещё нет. Почему-то пока 4 работают. Играет музыка. Так. Ну что же. Тут адепт харасит летает. Култи. Они с плюс-то 1. КСМ-ок 7. Да много КСМ-ок сейчас сольёт Култи братку. В это время ещё там адепты в тыл заходят. На камни пробить просто на... сюда вот на вторую базу, по-моему. И с тыла просто их шатать. Ей-то открылись. Култи меньше лимиты, чем братка, что самое удивительное. Ага, посмотрите, я... Я первый StarCraft, что ли, смотрю. Здесь каррера против меха. Переход в каррера идёт. Ну, это правильное решение, абсолютно, считаю я. Так. Ну, а... Вот с этим-то что делать? То есть три каррия это просто мясо будет. Их нужно минимум здесь шесть штук, чтобы они что-то делали. И минус какое-то прикрытие ещё получается. Братка что-то очень много. Так. Ещё один StarCraft пошёл. Нужны фениксы перед карриями, либо... либо эти... либо грелки какие-то, либо темпески. Может, темпесков лучше даже было бы делать, я не знаю. По земле у них демо сейчас неплохой. По воздуху тоже очень неплохой. Но они лимита много занимают, поэтому многим... Не нравится сейчас поэтому многим темпесты, что лимита много занимают. Так. Браток готов. Игра возобновлена. Так. Погнали, ребята. Я судья. Кстати, Magic'у что-то не поставил. Странно это было. Так. Либератор на вторую прилетел. Запарил. Крошить рабочих. А не вы стойкую пяточку сюда входите. Вренше. 130 на 190 по лимиту. Вес враток сейчас вперёд пойдёт. Ничего хорошего не ждёт вообще. Карер пока один. Сейчас будет ещё пару, конечно. О, призма. Минус. Неприятно-то как. Сейчас можно было в контур забегание куда-то сделать. Кул-Ти. Ой, ребята-ребята. Здесь просто жесть двигается. Здесь халват в четыре... Хотя, с другой стороны... Нет, девять танков есть. Ну, 200 в 160 как у Кул-Ти здесь отбиваться. Надо отдавать, мне кажется, этот нефт. Нахрен ему биться здесь. Подкопить ещё. А что, он успеет... Он кареров, он не успеет накопить особо, блин. Так, пошёл замес. Как по пениксам. Чудеси мин, столько дали минке. Потери просто совсем не в пользу. Кул-Ти кареры падают. Браток просто проблевает в мясо Кул-Ти. Это 3-0 похоже. Как так-то вообще? А вот так вот ещё. Паша побеждает. Похоже, что Паша побеждает, ребят. Так оно и есть. Ну вот надо раньше было в карерах. Как-то вот было бы 10 штучек 6. И опять же, повторюсь, уже можно было бы вот с этим всем местом что-то сделать. Плюс надо было... Ну сейчас вот призма погибла. Ну пофиг, вот когда здесь призма погибла, Кул-Ти сразу бы сюда ворванул бы адептов. Пошёл бы сюда. Может быть что-то сделать бы смог там контр-врывом. И у него баз там много. Смотрите, у него снизу база. То есть ему вот эту отдавать и как бы отсидеться на мэйне. Приросту дождаться, не теряя юнитов просто. Может быть что-то и получилось бы. ГГ пишет Кул-Ти, ребят. ГЛ. Ну что же. Красавец Кул-Ти без всяких прегаров. Браток молодец. Привет, Золкин. Спасибо, здорово всем, кто пришёл недавно. Спасибо всем, кто поддерживает там отборки, отключает и т.д. Нам нужно что? Нам нужно, получается, 3-как. Паш просит заинвайтить. Заинвайтить, ещё без банзара. Это не сложно. Это не сложно. Ну что же. Что-то Димаги не видно. Где Димага? А, может, Димага что-то играет? Да нет, ничего вроде не играет. Так. Так. Ну что же, ждем Дима, он в игре пока что. Ну, надо переименовывать стрим пока. Димага против Арктура у нас следующая пара. Не знаю, насколько Дима готов, ведь у него родились двойня, два сыняги, наверняка он там праздновал это все дело. Ну, я думаю, Дима сильно, дико, прям не праздновал, поэтому я думаю, он готов сыграть будет. Так, сейчас. Поменяю название. Дима. Так, а Дима стримил вообще или нет? Так. 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 Чё-то димага ни хрена не стримит, я смотрю. Ну ладно, ждём, пока он доиграет. Чё-то он там размяться, видимо, решил. Как раз Magic просил немножечко там паузу небольшую. Так, ну что там, Дима-то, в игре? То есть придётся ждать, димага, я так понимаю, ну а чё делать? Ждём, сидим. Дайте пока Юре отпишу. Простирует, кого знаю. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, 6 минут димага. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Так, 6 минут димага, блин, долго может играть. Так, на следующей неделе будет, скорее всего, стероид. Сейчас димаги в скайп напишу. Ну что, если играть, не верит. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Так, ну что же, рипером особо Артур ничего не сделав, Га, Артур АПМ, 360, у демаги тоже 270, пытается подшатать ещё, но нет, здесь не подрезать рабочего, нужно либо так, улетать, или рипер может погибнуть, здесь, кстати, есть много позиций, где можно запрыгнуть, а отсюда можно на мэн, я так понимаю, ворваться, или здесь нельзя, да нет, можно, почему? Ворваться на мэн Артур, а здесь у демаги собаки стоят, пролетел, демагичка медленно отреагировал, ну, потом отреагировал, конечно же, ну, так, как-то рипер улетел. Ну, сейчас уже скорость с собаком есть, и теперь будет тяжело рипера поймать. Так, третий хаттэн попёр, ну, рипер здесь тачит, демага видит, его Артур вообще как-то не реагирует, а, ну, у него здесь, типа, ели-ки приехали, получается, одну, один криптум расследовал, второй не может, он подрезать нечем. Собаки, где собаки, там, в районе мэна рипера ждут, если вдруг он сюда полетит, а у Артур это третий хаттэн, очень ранее я вам показал, он забыл об этом сказать, очень ранее третий хаттэн, реакторы под бараки ставятся сейчас, посмотрите, то есть сейчас что будет, пять маленьких продакшн, получается, второй газ у Артур на мэне, здесь стенка с инжириками, очень чётко, на самом деле, по билду Артур сейчас играет, то есть сейчас реактор доделается, будет заказ на Старпор, ещё один реактор под, на факте под Старпор, чтоб медилайк по две штучки строить, ну и газ нужен будет, получается, там, ещё и на второй базе, ещё один Артур, здесь на третий всё один газ, так, а здесь что у нас, так, здесь три минерала больших и три по 900 на дальней базе вообще. Ну что же. Заяхал Артур, два дрончика минус, ну сейчас неплохо это было сделано. Ну, Димага, блин, построил собак, и Артур здесь слишком долго задержался, пытается переконтролить, конечно, переконтролить тяжеловато, но хоть каких-то собачек тут наподрезал, какое-то количество. Гелики вперёд ездят, ещё раз королев, сколько у Артура? Королев семь штук, о, простите, у Димаги, семь королев, у Арктура два гелика, больше он и не строит, собственно говоря. Выв, на третью базу. Что-то ждёт, так, вроде, всем дэмэдж наносить, ничего не убивает в итоге. Так, четыре дрона минус, пятый будет, да, будет и пятый, и шестой даже. Ну, на шесть дронов два гелика разменять, это нормально, на самом деле. Ну, Гелионов больше не осталось, и всё, Димага может спокойно дронится здесь. Ставят, ну, четвёртую уже на дальней базе. Крипа достаточно много, нужно дальше тащить. Правда, Крипту муру по одному всего идёт вперёд, но хоть так. Зато в этом направлении побольше. У Артура третья вовсю уже добывается база с арморизов ТК, в итоге 1-2-2 они закажут сейчас сразу же. Димаги Лэйр под 2-2 практически делается. Ну, у Артура восемь бараков сейчас заработает, три работает на двух, сейчас реактор будет ещё плюсом. И три ещё добавляются, ну, конечно, с трёх база-то такое количество адекватное вполне нужно. Газ, видимо, на третий раскачать, потому что по газу-то тут Артур немножко проседает сейчас. И мы сейчас и 2-2, и медиваки строить много там, что ему делать нужно. Почему-то Мариков четыре внизу осталось, не понял, не заметил, как он дробался вообще. Дробнулся, Артур ничего здесь не сделал. 2-2 заказал, как только армори доделалось. Газ так на третий не ставят, депошечки строят чётко. Полиамиду в плюсе, на самом деле. Так, здесь Мариков четыре забрал. Будет ли на мейн дробус? Димага грамотно на мейне, крипом там всё обнёс, чтобы вижен был. Артур собирается тут в другом направлении дробуса. Четвёртый Артур, скорее всего, чьи-то пятый уже база строящийся. Отменит, скорее всего, димаги. Ну, он эскейп нажал, отменил, всё нормально. Здесь дробщик чё-то не зашёл совсем. О-о-о, минус медивакса, здесь сколько королев? Нет, бедные маленькие здесь. Вообще жесть. Но в это время Артур зато четвёртую базу пытается, точнее, да, четвёртую в левом верхнем углу зашатать. Скан, минус собачки, минки копаются, криптуморы падают. Оверсир прилетел, оверсир чё-то делать не может. Королеву сейчас подрежет у нас Артур. Минки залп делали, ну так себе они залп делают. Артур за газ пытается сныкаться, но здесь мозг и мага обойти с разных сторон. И да, прогоняет Арктура, но у Арктура лимит серов в плюсе. Посмотрите, сколько у него маленьких здесь настроен. Бараков 8. Здесь вот пристроек на двух бараках просто нет. Арктур завтыкал, надо их добавить было бы. Так, тут что-то Артур пытается дропами летать. В это время одновременно ко второй демаге подходит. Крип почистил. Так, дроп тут что-то дропнулся, но под собак есть очень много бейлингов. При этом к Тему Дима сканет Артур, крепко уже подрезает. Прирост тут сюда не идёт. Здесь большой ещё прирост дома. 185-152 по лимиту. 2-2 почти игры до готовы. Ну и... Кстати говоря... Если бы этот прирост сюда шёл, было бы вообще всё замечательно. Потому что, смотрите, лимит стабильно на 30-ку выше. Причём боевой на 40-ку выше у Артура. Вот сейчас в другом направлении он там заводит. Маликов в это время пытается отменить опять же вот эту четвёртую базу, где 6 минералов и 1 гад. Круг Дима в данный момент строит. Чуть закопал, вкопал обратно минки. Артур, они в итоге одна только стрельнула. И то как-то ущербно. Прирост подходит сюда. Вы видите, через центр здесь передропнулся Артур сбок тем, что выжил с предыдущей волны. Но надо привезти сюда, конечно. Вот всё, точка сбора. Почему до этого точка сбора не стояла Димага? Артур не знал, что Димага в тылу не будет перехватывать. Но тем не менее... Не знаю, короче, можно было там понять, что Димага будет в лоб драться и подвезти сюда успеть. Но Артур не успел. Но в это время ещё дробь проходит. Смотрите. Левый и верхний угол Артур пробивает. 170-125 по лимиту. Артур вообще, кстати, вперёд идёт. И контролит Мариков очень хорошо с мародёрами. Хат он начинает проблевать. В тылу тут минки закопаны. Дроп одновременно к третьей подходит. Не, Артур что-то всё лучше и лучше играет. Со временем, я не знаю, конечно. Ещё и в этой игре он пока не победил. И как в следующей он отыграет. Непонятно. По-моему, замечательно всё делает. Здесь сплит как бы не идеальный. Но, тем не менее, он присутствует. В это время дробь на вторую сзади. И контролит как дропы. Приросты сюда идут от Артур и 180 лимитов. И четвёртая ЦС хуже добываться начала. Ничего себе. На третий дроп громит Королев. Громит Собак. Здесь вообще недостаточно. Видите, в демаге марики просто разрывают. 3-3 делаются. А в ультру демага выйти просто тупо не успевает. На мэйни дроп здесь, конечно, отдастся. Но на третий просто жесть вообще. Так, секундочку. Сейчас, похоже, надо телефон дать. Это странный номер. Вот. Ну как бы здесь Артур дожимает. Смотрите, демагу. Так, всё, я здесь, ребят. Извините, звонил человек просто к номеру незнакомому. Я думал, что всё за фигня. Ну понял. В итоге кто? Ну, 163 на 160 по лимит. Кстати, потери в игре. 10 тысяч на 16 тысяч в пользу Артура. Заходит на мэйн, дожимая демагу. Ультра уже не помогает. Просто слишком много бьют. Здесь ещё один ультралис выходит. Но нет, здесь Артур. Здесь перестимился. Ну, хватит. Там Артур уже, видно, с перебором контролит. Ну, всего хватает юнитов здесь. ГГ пишет, демаг. 1-0. Ультра Артура. Так, какая там карта дальше? Одиссея с карта. Так, всё, всё, сейчас я свет врублю. А, что-то темновато стало. Как-то совсем уж прям. Так, ну что, узнаю, готовы или нет. Димаг готов. Что там Артур? Всё, Артур тоже готов. Поехали! Так, ну что же. 1-0. Артур, демага проигрывает уже. Одиссея с вещей картой. Артур очень такую уверенную игру показал. Вот. Ну, посмотрим, что далее будет. Победитель этой пары попадётся на победителя пары. Была и против Касса. В полуфинале. Которая будет отыграна завтра. 18.00 начнётся. Сегодня Касс не смог. Вот. Короче, завтра будет 5 матчей. Вот этот Касс Блай у финала матч за третий финал. Так, чтобы идти готовы, завтра, может быть, завтра будет много интересного Старкрафта. Продолжение следует... Ну что же. Так, 17-я хата Гаспулу Демоса. Артур Гасбарак в Рипера ЦЦ Хо играет. Сейчас факта пойдёт. Ну что, реперочек на патруле. Дома не полетел. Артур вперёд не хочет забегания собак. Он сюда получит. Как Блай, например, любят и некоторые Зерги Пул первые играющие. Там две собаки или четыре пробегают. Начинают КСМ-ку кусать. Там сюда забегать, разведывать. Как Блай, Риперу нужно назад возвращаться. Ну, у Демаги 6 собак. Скорость делается. Дома стоит и всё. Ну что, полетел Рипер. Заметил Арктура Ровера. Сейчас понял, что собаки уже не побегут вперёд. Сейчас Рипером полетит, поразведывает. Дома... А-а-а! Смотрите-ка, Билд изменил Арктура. Кстати говоря, обратите на это внимание. Билд-то у нас получается. Так, а здесь, кстати, можно Мариком снизу. Овер-то прогнать. Вот ещё сюда, потом Марики придут. Здесь передрок Мариков идёт, получается, с двух бараков 16 штук. Может, не 16, конечно. Это Демаги неудачно. Овером прилетел. Он что, это карта? Не знаю. Здесь просто берёт Арктура Мариками. Убревает, собственно, Овера. Неприятно, на самом деле. Ничего хорошего. Так, Старкорд нужно заказывать. Заказан Старкорд. Сейчас реактор под него упадёт на факте, естественно, но в ближайшей перспективе. Ну, а Демага что? Демага третью ставит. Ставит в районе девяти, получается, часов ему. Так, одна минеральна. А, она где-то там вдалеке, понял. Это минеральна. Ну, так её просто плохо видно, получается. АПМчик 35 демаги, 329 у Артура. У Артура, конечно, жёстко кликает. Но, я скажу, и контролит он при этом всём очень даже неплохо. Так, 3D эпохи сейчас будет в застройке. Пока инженерки Артур не делать. Наверное, одна здесь будет, одна где-нибудь здесь сейчас. Трестенька так тираной. Погодите. А-а-а. Это вариация билда. Не раз мы уже её видели. Буми Хойви делал, инновейшн делал, многие корейские тираны делали. В чём суть? В том, что сейчас, получается, Артур не делает реактор не на Старпорт. Точнее, Старпорт не сажает на реактор, не перелетает. Оставляет на факте, по 2 гелика строят, и по 3 марика. И в итоге будет хеллбат пуш вместе с мариками со стимом. То есть под зерков, которые они любят делать роучи, это прям идеальный билд. Как бы... Короче говоря, кто смотрит мои стримы, часто видел. То есть это и на каких-то гелистримы, какие-то крупные турмиры, и на Варде Викли. Там подобные играли корейцы, где из игры я стримил. Так, один медивак плюс гелика вперёд идут. А что тут медивак стоит? Нужно брать прирост вперёд, вести тоже. Непонятно, какая политика Артура здесь. Сейчас ещё плюс 2 гелика сюда, и вот эти маленькие здесь вообще жесть выход будет. Так, щиты заказаны. Заходит Артур с колбатами. У Димаги, сука, 7, кажется, королев стимится. Артур пытается королев ворваться, врывается. Королева не прикрыта собаками. Где собаки-то бегают? Димага на двух собак пришли, всех королев отдал вообще. Что ты творишь, Димага, вообще жесть это. Смотрите, потери сейчас как на дрожах. У Димы растут, колбаты жгут из-за мариков. Жесть вообще. 2 200 на 750, похоже на то, что эту игру Артур собрался тоже сейчас прямо взять. Да, и прилетел здесь гелик с ещё 5-ю мариками, которых абсолютно не ищем убить. Падает оверы, падает хата. Третья. Беллинг Неста ещё нету. Вышли собачки. Ну, а что они сделают? Сейчас ещё колбатов затрансформировать. И вообще печаль беда. Собаки падают. Здесь вообще без потерь. 3000 на 750 по потерям, как вы видите. Это очень печально для Димаги. Так, Артур стимится. Заход надо покрутить. Беллингов. Один всё доделался. Ну, хорошо, что-то взорвался, а тут ничего не поделаешь. А мог бы Артур убить здесь. Но, тем не менее, преимущество просто гигантское. А, ЦЦеха. Один Беллинг всё решил здесь. А, ЦЦеха третья уже есть. 1-1 грейд заказан. Проблема вот этого билда, да, что грейды позднее. Все зипдемы, может, такую Артур не нанёс, всё плохо бы было бы. Ну, и здесь всё вроде как делается дома, получается. Бараки ещё пошли. Так, Лбат, Минка, Марик. Здесь Гелик и 6 Мариков сидит. Ну, посмотрим, что вдруг сделать. Я думаю, ещё серьёзного он не должен сделать вообще. Здесь ещё один, думаю, такой билд. Это недавний билд, недавний, вот. Года полу, мне кажется, я думаю, билд будет, если не меньше. Вот. Так, Марик здесь не застоялся. Они в Беллинге не могут дойти. Они спокойно по королевам снизу настреливают. Артур стимится, разводит. Тут ещё Димагу вообще, кто обнаглел маленько. Надо Хелбата затрансформить. Сейчас его вылечит, Мидивак. В это время треть ЦЦеха вообще. Опять Марик на стиме, снизу поливают. Королеву одну демага отдал, вторая еле живая вообще. Ещё Дробщик полетел вперёд. Здесь Мидивак один демаг, надо бы вычинить его. Что Артур, собственно говоря, делать. Но одной колецемкой. Ну, она достаточно быстро всё отчинит. Так, здесь Дробщик улетел. Он четыре Марика на мэне. Артур собирается ещё пошатать демагу. Немножечко понапрягать. В это время прилетает на четвёртую. Дропается на лоу-граунд. Здесь можно Минку закопать. Даже две. Часть на лоу-граунд, часть на ХГ. Прикольно получается. Как Минки жахнули больно вообще сейчас Артуровке. Здесь видит Бейнов. Собак приходит. Собаками разминивается. На мэне Дробь ничего не сделал особо. Но здесь за ТУГГ пишет демага на 330 лимит. 135-65. Зашатал что-то Арктур в хлам вообще. Так, что-то у нас за третья карта была. Обисал. Глубоководный лиф. Эта карта называется. Я создаю её сейчас. Так, ну что же. Так, Мэджика зову. Всех зову. Так, Судьё и себя. Диму наверх. Всё в порядке. Здесь Паша зашёл. Сейчас остальные все зайдут. Ну и продолжим. Может быть пауза демаги нужна небольшая. Так, сейчас тогда полуднём. Немножечко. Пауза демаги. Так, поехали. Всё. Поехали. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что тут говорить, будем смотреть Так, ну что же 3 дронеска на вторую базу у Dima Строятся еще дроны 6 собак есть Артур начинает рипером хорать В этот раз без всяких передропов Без ранних стимпаков В факту реактор билд получается Собак на демон Хорошо тут Артур DimaTorzok Отвел демон, что пригенились назад Воздух собак Все-таки Артур смог срезать Можно наверх зайти, попытаться Вот сюда вот Да, здесь был билд газ барака Конечно Если я газ барака сказал, то нет Конечно Конечно Так, ну что же Третий пока у DimaTorzok нет 32-25 Парабан DimaTorzok DimaTorzok Плюсе сейчас Так, два гелика Банша у Артурчика строятся Через Баншевый трасс Глядя, что мне нравится Еще так Артур разные билды Абсолютно А рипер-то куда делся Нет, Патти сам себя Видимо, гранаты Артур взорвал Поэтому потери не указываются Другого у меня объяснения нет Рипер-то уничтожен Видите, как бы его нет Ну а я вас всех приветствую, ребят Помните про то, что надо поддерживать Подписывайтесь на премиум Подключайте адлок Поддержите, подписывайтесь на писание Через плеер Как-то так Гелики возвращают Банша прилетела и Димагу удивляет Это Банша, у него нет лейера У него нет спорок Поэтому, жесть какая Артур третий ССФУ ставит Димаг при этом всем видит прекрасную ССФУ Куда Банша-то улетела А вот она на мейне Летает Банша Смотрите, что-то Артур не полетел Пока он шесть дронов убил Спорка готова, димаги на Баншу везти Артур вообще ее не контролирует А, здесь гелики заехали Ёма Здесь собаки Подружили быстро Могли они, конечно, вообще там разжечь еще жестко А на второй-то спорке Она есть, но она не в минеральной линии И это очень печально Кстати, Артур залетает на халяву Начинает опять рабочих нарезать Здесь 14 дронов уже Минус 75 У лимитов сейчас пользуют Димагену У него рабов, блин, меньше намного Чем у Артура Сейчас только что-то прирост вышел Рабочих стало Хоть более-менее ровно 17 минус Лера, то есть нет И сейчас вот с этими королевами Какой-нибудь Нидус бы Я не знаю Или там дробь какую-нибудь сделать Но Нечем это делать Здесь вообще у Артура практически ничего нет Но на перспективу-то у него очень хорошо все получается В этой игре срастается Так, 18 дронесков минус И это еще не конец 19-20 Артур не смог забрать Димага дрона Постраивать Все в плюсе Остается здесь И 1-1 вроде и делал Сгрейд Банша вот Все-таки погибла Наконец-таки Плеер сейчас будет готов Нужны покатушки Нужны грейды Димаги Нужно экономику раскачивать Там их еще на 4 базе Думать уже Сейчас будет Так, где 1-1 Артура делает А вот Застройки Эти Инженерки И Арморе пошло Так, где стеночки Интерес такие Здесь бункер можно запилить Раз здесь стенка И все Здесь двойной дробщик идет Вперед Видит Димагами Диваки Прекрасно Артур будет Рот-просто Да Крипту мой Отвыбит Димаг не успел Отменить Будет ли скан Или нет Я не знаю Но пока Артур просто Харс 4-ку отменяет Димага не Везмет Эскейп Сюда Ошибки Блин Тупые Какие-то Вообще Контроли Не знаю Димаг походу Да Не особо Тренился Последнее Время Ну так-то Когда ничего Больше не происходит На кате Кроме Твоих Собак Вот эти Что бегают И Так Свинки 85 105 Опять Арктура Больше По лимиту Опять Он Масисов Еще Неплохо У Димага Я не вижу Ни одного Оверсира Где Вот он Доделся Сейчас Надо С оверсирами Выбить Минки Что и делает Дима Артур Хописа Пока делает Щиты Мариком 2-2 Заказал Тоже Позже Правда Чем Димага Но зато Бараков 8 Сейчас Заработает А это Реально Гигантский Прирост Со стороны Тиранчика Будет Так Минки Капают Артур На второй Димага Выводит Там Дронов Перефокусил Успевает Фокуснуть Минкой Все что надо Артур Делает И очень Плохо На мэне 4 Марика Дронов Заходит Фокус Рабочек Идет Ну Все Пацаны Никуда Не денутся И тут Даже Артур Сплетанул Смотрите Мариков Молодец Даже Тут Сплетанул Мариков Выход Пошел 103 4 314 Полиамет Через Камни Можно Пробить И Зайти Дальше Здесь Криптум Убивает Здесь Контур Забегания Тут Здесь Стенка Есть И вполне Адекватная Такая Стенка По улице Закрыто Все Димага Решил Узорвать Эту стенку Бэйнами Вообще 50 ФМ Кайф У Димы Пошел Кайф Это Хорошо Ну Доживет Ли Он До Него Вообще Так Там Забегание Бэйлингов Готовят Пока Не Идет Вперед Димаг Вот Пошло Забегать Депохи Взорвано Один Бэйлинга Рабочих Доходит Собаки Врываются Больно Они делают Здесь Бар И здесь Что-то Непонятное Происло А Артур Загрузился Улетел А что Он загружался Побоялся Что-то Минки В итоге Димаг Забрал Но По лимиту Ты еще Артуру Более Не менее Но 12 Рабочих Минус Ну Димага Тут Уже Ничего Не Сделаешь Так Вот Кролик Тут А что Сражается Пришел Прирост Марика Мародеров Реально Много Тут Точка Сбора Все Вперед С 8 Бараков Прирост Стенку Восстановил Хату Забрал 148 105 По лимиту Сейчас Ситуация И Похоже 151 Настоит Похоже На 3 0 Очень-очень Сильно Здесь Артур Отковыряется По чуть-чуть В это время Стимится Идет Вперед Мародеров Выводят Вперед Марики Сзади Где-то Заходят На стимпак Беллинги Вообще Там до Мариков Особо Не доходит Потери У Димаги Выше Значительно Сейчас Новая пачка Беллингов Идет Но сплит У Арктура Очень неплохо Ребят Смотрите Как он бьется Неплохо Дома Отбился 4 КСМ Он все потерял 35 на 80 Здесь все Забревает Наглухо По 10 Там Мариков Строится Здесь прирост Здесь можно Вперед Брать Сейчас уже Точно Рабочие Рабочие Все падают ГГГ Л Пишет Димага 3-0 Арктур Просто Красавец Ребят Достойный Оппонент Для Победителя Пары Влая Против Касса Очень достойный Будет Редактор субтитров Так Стоп Старт Делаем Ребят Сейчас Вернусь